Лукашенко стал понимать, что Владимир Путин начинает эту большую провокацию, что он разыгрывает этот весь спектакль не просто так. Александр Лукашенко понял, что если что-то произойдет, и он попытается ситуацию усмирить, то его клан моментально ликвидирует и уберут от власти, причем уберут белорусские военные, белорусские силовики пророссийского толка, которые и направлены туда, в Беларусь, для того, чтобы в последующем убрать Лукашенко от власти, и он моментально, моментально делает заявление и говорит о том, что необходимо войну заканчивать, причем он это делает заявление перед тем самым зенитно-ракетным полком, прилетает вот вместо его дислокации, прилетает, не предупредив никого, для того, чтобы россияне не успели среагировать, чтобы Путин не успел позвонить Лукашенко и говорит, все, ребята, сворачивайтесь, угрозы никакой нет на украинском участке, украинцы отошли, все спокойно, уходите, моментально в сторону Польши и Литвы. Мы продолжим дезинформационную кампанию, но уже на наших условиях, а не на условиях Владимира Путина. Таким образом, вот о чем сигнализирует Александр Лукашенко. Владимир Путин раздраконен просто с ложившейся ситуацией, и уже 13 июля он направляет дроны, якобы по территории Украины. Те самые дроны-камикадзе, отчасти шахеды, те дроны, которые российские военные инженеры переделали. Переделали каким образом? Что теперь вот эти вот шахеды, если они куда-то летят, российские операторы в любой момент могут переделать курс, и условно шахед, который шел, не знаю, на Киев, на Чернигов, может ни с того ни с сего пойти в сторону другого украинского, или вообще любого региона, любого населенного пункта в Украине, и как мы уже понимаем, за пределами Украины. Потому что отчасти вот эти дроны пошли не, прошли украинское воздушное пространство, и потом пошли уже, вошли на территорию Белоруссии. Прошли Гомельскую область, прошли Минск, столицу, добрались до Витебска. Один дрон пролетел 350 километров. Тот самый дрон-шахид, который в состоянии нести в себе взрывчатку в 40 килограмм, от которой может быть убито огромное количество людей, и даже если его сбиваешь, мы-то это знаем, разрушаются здания, есть жертвы, есть раненые, есть убитые после этого. Это опасная штука. И вот представьте себе ситуацию. Этот дрон проходит 350 километров белорусской территории. Примечательный момент. Силы реагирования белорусские войска, военно-воздушные силы, не срабатывают на протяжении двух часов. Дают этому дрону кружить и кружить по территории Белоруссии. Потом поднимаются МИГи, потом поднимаются Сушки, потом поднимаются вертолеты, самолеты, ракеты. Все начинают следить за этим дроном, готовность его сбивать. Все нервничают, Лукашенко об этом докладывают. И этот потом шахид уходит в другом направлении. У вас вопрос, что это было? Это был подарок Лукашенко от Владимира Путина. Это был сигнал Владимира Путина. Играй по моему сценарию. Ты должен втянуться в войну против Украины. Ты должен отправить свою армию воевать против украинского государства. Вот какой сигнал передал Лукашенко Владимир Путин. А еще он передал ему другой сигнал. Будешь не выполнять мои приказания, эти дроны, камикадзе, эти птички долетят и ликвидируют тебя, ударят по твоей резиденции. И, конечно, это не могло не напугать Александра Лукашенко. Конечно, он не может теперь не понимать, что Владимир Путин окунул его в самое настоящее дерьмище. Что Владимир Путин пытался спровоцировать войну и пытается спровоцировать войну в обход Лукашенко. Что происходило в последние месяцы? Мы видим, что Россия стала усиленно требовать от Лукашенко не просто проводить какие-то провокации традиционные на украинском участке, а требовать вовлекаться все больше и больше в военные действия против Украины. Не просто ремонтировать технику и лечить российских военнослужащих, но и направлять своих. И готовить своих. Россия за последние два с половиной года напичкала и белорусскую армию, и белорусские силы специальных операций, и белорусское МВД, и белорусское КГБ своими представителями. Большинство высокопоставленных белорусских силовиков – это люди, которые подчиняются не Лукашенко, а Путину, и генеральный прокурор Белоруссии, и секретарь Совбеза, который дружен с Патрушевым, я имею ввиду Вольфовича, и генералы и системы МВД, которые курируют российское ЧВК «Вагнер» на белорусской территории, и глава КГБ «Тертель». Пока что Министерство обороны, белорусские генералы отчасти, и генеральный штаб подчиняются Лукашенко. Но это пока что, пока Владимир Путин не захотел и с этими ребятами переговорить. В кавычках переговорить. Пока он их не захотел убрать. В последнее время Александр Лукашенко стал чувствовать колоссальную опасность. Опасность не просто для Белоруссии, опасность для своего режима, для своей жизни, но и в отношении жизни своих детей. Недавно Владимир Путин абсолютно публично просигнализировал Лукашенко о том, что он готов ликвидировать его старшего сына Виктора. Он абсолютно публично, фактически вбрасывая информацию через разные средства массовой информации российские, показывает Лукашенко, демонстрирует, что Лукашенко не так долго и осталось. Что Владимир Путин собирается этот режим лукашенковский убрать, ликвидировать, нейтрализовать. Буквально недавно в Астане, во время саммита ШОС, Лукашенко вновь стало плохо. Уже давно ходят слухи о том, что Путин травит Лукашенко. Уже давно ходят слухи о том, что Владимир Путин собирается Лукашенко убить. Очередной раз проблемы с сердцем у больного и без того Лукашенко. В очередной раз он выезжает в срочном порядке из Казахстана на территорию Беларуси и едет не в свою резиденцию, а в госпиталь местный. Не доезжая, не долетая до Минска. Все это происходит уже сейчас. Мы должны с вами понимать, что Владимиру Путину прекращение войны против Украины невыгодно. Если он прекращает войну, его режиму конец. Никто терпеть Владимира Путина без победы в России не будет. Сразу поднимут голову и чекисты, и силовики, и те, кто за войну, и те, кто против войны, для того, чтобы сместить Путина, как сместили когда-то Хрущева. Неудачника Хрущева, который проиграл в Карибском кризисе Соединённым Штатам Америки. Это Путин прекрасно понимает и осознаёт. Он также понимает, что необходимо вот этим вот не российскому народу, не обывателю, не рабам, а тем самым силовикам, своей элите, выкормышем, показать хоть какую-то победу, продемонстрировать. С Украиной всё очень сложно. Сложно демонстрировать победу, когда продвигаешься за год там на пару километров вглубь. А вот победа, которая символизирует собой полноценное поглощение Беларуси, это уже великая победа. Во всяком случае, так это будет восприниматься и российским народом, и российскими силовиками, и российскими шовинистами. И очевидно, что Владимир Путин держит этот план про запас и начинает его постепенно реализовывать. Потому что Владимиру Путину, а, необходима победа, хоть какая-то, б, необходимо Беларусь, необходимо убрать Лукашенко, и, в, ему нужно, чтобы Беларусь в конечном счёте стала тем самым направлением той самой территории, откуда можно начать большие боевые действия, военные действия, как против Украины, так против Польши и Литвы, в сторону Европы. Что будет дальше происходить на белорусском направлении, мы будем смотреть, мы будем наблюдать за этим. Однако очевидно, что теперь Лукашенко, который уже и так сдерживает российских силовиков, который уже и так отправляет в отставку пророссийских агентов, российскую агентуру в Беларуси, и ставит вокруг себя исключительно своих преданных людей, который уже контактит с представителями НАТО, с представителями французской разведки, очевидно, что Лукашенко понимает, что Путин за него берётся серьёзно, и что над ним нависла большая угроза, что Путин постарается его ликвидировать, удушить Лукашенко, его режима и его семью. Лукашенко уже понял, что любая провокация против Украины может угрожать его жизни, что всё может пойти не по плану, что Путин может воспользоваться ситуацией и не просто отправить белорусские войска воевать против Украины, а уничтожить самого Лукашенко. Поэтому, вероятно, теперь Лукашенко себя будет вести очень аккуратно, и Лукашенко теперь будет играть ой, какую роль в том, чтобы эта война прекратилась. Во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день. А что там будет дальше в отношениях Путина и Лукашенко, мы посмотрим. С вами был Александр Демченко, вы были на канале Дмитрия Гордона. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!